В эфире РБК ОФА. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Объем производства продукции агропромышленного комплекса региона достиг 120 миллиардов рублей. Такие данные привел временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров на торжественном собрании по случаю Дня работников сельского хозяйства. Республика в последние годы входит в число субъектов лидеров в этой отрасли в Приложском федеральном округе. В этом году на полях хозяйства региона собрали более 3 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Произвели около полутора миллионов тонн молока. На всероссийской сельхозвыставке «Золотая осень» в этом году аграрии завоевали 166 медалей. Сегодня нужно выстраивать в ЭПК эффективные бизнес-процессы. Делать ставку на кооперацию малых форм хозяйствования. Поддержку дохода генерирующих проектов, развитие сельхозкластеров, фермерских хозяйств. Руководство страны ставит цель – расширять экспорт. В первую очередь, не сырьевой. У нас есть возможность поставлять за рубеж нашу брендовую продукцию из меда, мясных деликатесов, продукции халяль. Надо позиционировать Башкорстан как территорию натуральной и экологически чистой продукции. Как сообщил Радий Хабиров, на поддержку сельхозтоваропроизводителей республики с федерального и регионального бюджетов выделили 5 миллиардов 800 миллионов рублей. С начала года благодаря господдержке хозяйство приобрели 1400 единиц новой техники. Всего же на данный момент в отрасли реализуется более 40 инвестпроектов на общую сумму 80 миллиардов рублей. Экс-главе Башкортостана Рустему Хамитову предложили занять пост председателя совета директоров компании «Башнефть». Об этом сообщает известие по итогам прошедшей в Кремле встречи президента России с бывшими руководителями регионов. Владимир Путин поблагодарил бывших губернаторов за добросовестную работу и обсудил с ними дальнейшие планы на жизнь, в том числе и перспективы трудоустройства. Это огромная ответственность перед регионом, да и перед страной в целом. Я хочу пожелать вам успехов, выражая слова благодарности за работу. Я уверен, что вам удастся, во всяком случае я буду к этому стремиться, использовать имеющиеся у вас навыки, опыт и жизненный, и профессиональный для того, чтобы использовать их и на других участках работы. Напомню, экс-глава Башкортостана Русем Хамитов ушел в отставку по собственному желанию в День Республики 11 октября. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Радей Хабиров. В первые 20 дней на этом посту он активно занимался формированием собственной команды управленцев. За это время сменилось большое количество руководителей высокого ранга, в том числе несколько вице-премьеров Кабмина. В это время Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, которым предполагается установить ограничения для возобновления уголовного дела. Теперь принять такое решение прокурор или руководитель следственного органа могут только в течение года. Раньше они могли делать это в любое время. По мнению законодателей, данное право могло быть использовано следователями или прокурорами в корыстных целях, а подозреваемый, который проходил по уголовному делу, не мог чувствовать себя в полной безопасности. Аналитики считают, право возобновления уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам зачастую использовалось в качестве одного из инструментов давления на бизнес. Зачастую происходит так, что возбуждается уголовное дело, потом оно прекращается по каким-то основаниям, а иногда по корыстным мотивам. Эти уголовные дела вновь возбуждаются, потом опять прекращаются. Это может тянуться до бесконечности на протяжении долгих лет. Поэтому законодательно установлен срок один год. Я думаю, что это вполне правильное решение для того, чтобы можно было... Это достаточный срок, в течение которого можно предъявить обвинение и передать дело в суд. Возобновить дело можно будет и после этого срока, правда, для этого потребуется решение суда. Таким образом, предлагаемый законопроектом порядок отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования позволит гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования. И на этом пока все. Следите за новостями вместе с РБК.